Все. Добрый вечер, Хаса Алиев. Сегодня у нас новая встреча. Привет, привет, привет. Ну, какой неожиданный вопрос ты хочешь мне задать. Слушай, я тебе хочу сказать, Алексей, я заранее приготовил картину, как ты говорил. Давайте каждый раз ставим картину вашу какую-то. Это скрипачка. Да, это скрипачка, моя картина, очень хорошая, мне кажется. Она у Гиму тоже недавно была на выставке. Слушай меня внимательно. Я тебе заранее, прежде чем ты ответишь, какой вопрос неожиданный мне приготовил, хочу тебе с радостью сообщить, что мне в личке там все время пишут, какой у вас с Алексеем Чертохиным замечательный получается сериал. Продолжайте, говорит, пожалуйста. Ну, я с радостью продолжаю. Короткие, короткие наши встречи, видео, чтобы каждый раз задавали неожиданные вопросы. Ну, мы же там приглашаем и в школе в нашей человека будущего. Да, кто желает, выступает. Кто хочет задать неожиданные вопросы, пусть пишут тебе. Ты же там дал координаты, дал координаты. Ну, а теперь давай неожиданные вопросы. Так, из первых вопросов, как притянуть именно свою любимую мечту, свои признаки значения. Так, слушай. Да. Слушай, я посмотрел у тебя на ВКонтакте, на твоей странице, на стене. Там у тебя есть несколько таких вот видео или постов, там, где разные люди рассказывают свои истории. Угу. Как тебе, почему ты это ставишь там? Потому что вся история пошла в того, что когда я в том году 24 февраля приехал на поезде в Сочи, в Уфу, и получилось так, что я с одним человеком познакомился, а мне позвонили в Сулан-Удэ и сказали, Леш, этот человек хочет собрать полторы тысячи человек в зал в Уфе. И получается, что когда я с ним пообщался, а у него такой талант очень хороший, он душой с душой прямо общается. И он мне вывел мое вот предназначение. И я сам любил это, но я ее как-то закопал. Да. И вот. И почему мне нравится вот это именно? Потому что там именно человеческие ценности. Люди побуждать уже. Чтобы люди не думали только о себе, а думали именно об окружающем мире. Ну, хорошо, я хочу уточнить. Я всегда уточняю, потому что, как я говорю, мы не живем в головах друг у друга, никто не живет в головах друг у друга, это мой афоризм. Поэтому ты, может быть, представляешь себе одно под этими словами, а я представляю себе другое. Зачем же ты ко мне выходишь, чтобы узнать свое предназначение, если ты уже знаешь свое предназначение? Если ты уже там хочешь собирать каких-то людей, какие-то истории, что ты именно от меня хочешь? Так, может, благодаря вот этому ролику, благодаря вот этому ролику, может, люди, участники школы, пришлют свои истории, которые у них есть, которые они хотят поделиться. Вот я бы с удовольствием начал бы в этом направлении развивать YouTube-канал именно об истории людей. И снимать... А ты не миллиардером хочешь быть? Или ты хочешь все-таки эти истории какие-то? А это она... Творчество оно все равно тебя бы толкует. Какое предназначение? Ты хочешь миллиардером быть или... Одно другом не помешает. Одно другом не помешает. Ты прямо по моей формуле счастья идешь. У меня формула счастья написана давно в моей книжке. Формула счастья – это изумление проста. Хорошо, когда ты занимаешься именно любимым делом, а тебе за это еще и деньги платят. Ну, это тут полное удовлетворение и моральных потребностей, и духовных, и материальных, да. Да, и чтобы книги можно... Кто чем занимается, кто хочет миллионы зарабатывать. Я лично занимаюсь любимым делом в связи с тем, что пишу книги, помогаю людям, веду школу Homo Futur. Ну, каждое свое дело. Кто на что заточен, тот это и получает. Ну, давай мы так сделаем. Мы сейчас будем проводить вебинар, как можно узнать свое предназначение, не выходя из комнаты. Да. Я тебе вот этот вот один из элементов, один из элементов этого вебинара, как прием, как прием метода ключа, сканирование, сканирование своих способностей, покажу. Чтобы человек там на вебинаре тоже это получил, но уже более развернутом виде, нашел свое предназначение и так далее. А я тебе маленький прием покажу, правильно? Можно, да. Ты заметил в прошлый раз, когда ко мне неожиданно позвонили по телефону, когда мы с тобой проводили вот эту запись предыдущую, я когда разговаривал с тобой, а потом неожиданно позвонили, и в этот момент я взял трубку и стал разговаривать. В переходе между тем, что я с тобой разговаривал и переключал внимание на то, чтобы говорил по телефону, у меня глаза стали моргать. То есть я вот смотри, я сейчас повторю это сознательно, потому что я потом видео просматривал и увидел это. Я увидел то, чего раньше не видел никогда. Потому что когда я, оказывается, резко переключаю свое сознание, свое внимание на другую реальность, другую деятельность, я должен быть сосредоточен, у меня так-так-так-так-так глаза заморгают. Перепрограммируете, да? Я заметил, нет. Это когда мозг переключается из одного режима работы в другой, чтобы облегчить это переключение, у него растет частота повторяемого действия. Ну, как у нас в разгрузке. Вот человек делает разгрузку, повторяемое действие, которое снижает напряжение. Чем выше у него напряжение, тем чаще у него идет вот это. Так на уровне века это так. До трепетания, когда мы говорили в прошлый раз, когда человек засыпает, например, у него тоже трепетание возникает. А я когда переключал внимание на трубку телефонную, чтобы там сосредоточиться, я увидел сам, реально увидел на видео, что у меня вот так сидел, я сейчас сознательно промоделил. Это и будет один прием. Сознательное моделирование инстинктивных проявлений человека в момент переключения обучает человека. Переключаться уже легче, потому что он теперь осознанно это делает. Когда он несколько раз это сделает осознанно, в виде упражнения ключа, то потом у него развивается автоматическая саморегуляция гораздо быстрее. Он легче переключается, больше настраивается, легче настраивается, глубже сосредотачивается. Ты понимаешь, да? Да. Значит, если ты хочешь, чтобы твое предназначение реализовалось быстрее, значит, прежде чем задать себе вопрос, как быстрее это сделать, чтобы я реализовал свое желание, свою мечту, и чтобы переключиться, чтобы мозг начал тебе отвечать вопросы, генерировать ответы, чтобы резко переключиться в этот легкий транс, вот так сделаешь. Сформулируешь себе свою мечту, еще раз сформулирую сейчас. Хочу, чтобы ты писал истории. Да, особо короткими, разные истории людей. Ну да, да, да. Ты себе представь, теоретически, как себе... Представляю, представляю. Представь себе теоретически, что ты хочешь, какая мечта у тебя, какое желание. Представляю? Да. Да, а теперь сделай вот так, смотри. Теперь сядь передо мной, да, и вот у тебя реальность, которая сейчас настоящая реальность, а вот эта реальность исполнения твоей мечты. И ты, чтобы туда перескочить, чтобы мозг начал тебе помогать в этом. Найти, нащупать эту линию, найти этот ответ, эту дорожку, как быстрее реализовать мечту. Вот так сделай, вот из этой реальности, где ты сейчас находишься. Потом вот так поморгай, 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 как я переключался, когда трубку брал. Поморгай, поморгай, поморгай. Быстрее, быстрее, поморгай, поморгай. Чем чаще моргаешь, тем глубже переключаешься. Да, 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 да. Мозг переключается из одного режима состояния в другой, а вот эта чистота, чистота, она как раз таки, чем больше надо в реальности из одной в другой переключиться, из обычного состояния бодрствования, в транс, легкие, там, где решается, где расширяется сознание. Во, 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 смотри, 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 что у тебя получается. Во, 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 а теперь спокойно открой глаза, да, и скажи мне, что ты там чувствовал, и что ты сейчас чувствуешь. А то, что вот здесь щекотно даже стало, вот и есть. Там щекотно. Там разомни, там, где щекотно разомни, это приемы, ключи, а там, где появилось напряжение, добавив этого напряжения путем пальцевой, такой точечной массирования. Защекотно. Да, 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 да. Сделай, сделай, сделай. Все, что ты инстинктивно делаешь, организм тебе помогает, легче решить этот вопрос, который ты себе поставил. А теперь, теперь сядь, спокойненько сядь, спокойненько сядь, пустил взгляд на самотек, и сейчас ты почувствуешь, сейчас ты почувствуешь, что тебе думать о том, как выйти на эту дорожку зеленую, чтобы быстрее реализовать свою мечту. Сейчас тебе проще. Да, я тебе уверяю, через день, два, три ты найдешь ответы, потому что по мудрости такой, древней, когда ученик готов, и муравей учеником может быть. И яблоко для Ньютона было пусковым моментом для открытия. То есть, когда человек заточен на вопрос, то все может быть помощником. Да, когда он сам себе не мешает. А ты сейчас заточил себе на вопрос, перешел в это самое действие. Да, да, да. Ну скажи мне, что сейчас у тебя происходит? Ну, все равно, опять зачасово. Ну, давай, слушай, я тебя прошу. Вот сейчас мы показали один приемчик, и мы, это мы же для школы «Человек будущего» хомофутуруса тоже работаем, и для всех. Это не значит, что все должны моргать. Не надо. Просто я объясняю через эти приемы, механизмы, что происходит у человека, как работает мозг. А на школе мы как раз таки конкретно покажем, конкретно покажем и технику безопасности, конкретно покажем, как это правильно делать, чтобы каждый человек подбирал себе собственные приемы, с помощью которых он сможет легко снимать напряжение, переходить из одного состояния на другой, ставить свою мозгу задачи, чтобы получать, потом ответы. Пообещай мне через 2-3 дня, что ты мне позвонишь, и что мы еще раз сделаем ролик, но ты честно расскажешь, какие успехи у тебя появились на пути к своей цели. Добро. После нашей встречи. Хорошо? Это можно даже на вебинаре, да, как раз? И на вебинаре, зайди в вебинар, у нас вебинар для этого делается, мы же в прямом эфире там работаем. Да. Любой человек имеет возможность позвонить, и мы его включаем в вебинар, и вся школа смотрит, и он задает мне вопрос, и ты мне можешь задать вопрос. Самый каверзный надо задать вопрос, чтобы я сразу мог ответить, чтобы ты увидел, насколько я компетентен, как говорится, в этих делах, и чтобы со школы увидел, что ты применишь то, что я тебе покажу, и любого человека. А еще лучше, если двоечники зайдут, в кавычках, у которых ничего не получается, ну, ни ключ не получается, ни синхрогимнастика не получается, ни левитация не получается, ни все вот эти упражнения хлест руками по спине, лыжник, шоттай-болтай, там разгрузка, перезагрузка, вот эти все приемы ключевые не получаются, и которые не знают эти закономерности, которых раньше нигде не было в науке написано, это повторяемые движения снимают напряжение на разных уровнях, что критерием индивидуального подбора приемов является скорость автоматизации начатого действия, что главным правилом обучения является такое-то, что все зависит от исходного состояния и цели применения, что есть еще действия, есть еще после действия, и что все зависит от дозировки, то есть времени этого использования, ну, короче говоря, что у нас на стене ВКонтакте, что у нас на стене в Фейсбуке про школу написано, чтобы они могли посмотреть и подбирать себе индивидуальные приемы, не чужие какие-то, которые кто-то где-то когда-то рекомендуют, в книгах там, в интернете или что-то, а чтобы каждый себе мог подобрать индивидуальный прием, который повышает его способность управлять своим состоянием, в любых, в том числе, критических и экстремальных ситуациях. Да, отличная концовка. Ох ты, такую речь я сказал, потрясающе, но я еще забыл сказать, что не только снимать стресс, не только управлять стрессом, не только использовать стрессовое напряжение для своих целей, как там, блин, но и для созидания нового, для творчества, для творчества, повторю, для творчества, потому что мозг человека творческий. Да, согласен. Давай. Спасибо тебе, Алексей. Ты очень помогаешь теперь своими вопросами в нашей школе развиваться. И у нас достойные участники школы, и тебя, наверное, уже многие полюбили участники школы, а у нас такие участники школы. Я всем передаю привет. До встречи. Выходите с неожиданными вопросами. Спасибо. Благодарю. Счастливо тебе.